Внешность Четрангады Сингх часто сравнивают с легендарной актрисой Смитой Патиль. Сходство между двумя красавицами зрители заметили в самом первом ее проекте «Росчерки судьбы». Еще когда я работала моделью, люди говорили мне, что я похожа на Смиту, а после выхода дебютного фильма сказали, что я играю как она. «Я считаю это комплиментом, и мне очень приятно это слышать», признается девушка. Четрангада Сингх родилась 30 августа 1976 года в семье армейского офицера. Родители часто переезжали, поэтому Четрангада училась в разных частях страны. Она увлекалась музыкой, профессионально танцевала катхак и участвовала в конкурсах, но никогда не думала об актерстве. «Я мечтала стать стюардессой, но мне трижды отказывали», вздыхает она. Сингх начинала с модельного бизнеса, снималась в рекламе и музыкальных клипах и должна была дебютировать в 1997 году у режиссера Тигманшут Хулии в криминальной драме «Сила духа». Однако из-за непредвиденных обстоятельств проект был отложен и главную роль она не сыграла. Ее дебют состоялся в знаменитом фильме Судхирамишры «Росчерки судьбы», который вышел на экраны в 2005 году. На тот момент Четрангада уже 4 года была замужем за игроком в гольф Джоти Рандхавой. Отцы Четрангада и Джоти служили в одном полку индийской армии. Ребята впервые увидели друг друга, когда она училась в 8 классе, а он заканчивал школу. В 2001 пара поженилась, а в 2007 актриса родила единственного сына Зоравара. К сожалению, их брак продлился всего 13 лет и сейчас они разведены. Четрангада говорит, что муж никогда не был против того, чтобы супруга снималась в кино. Снявшись в драмах «Росчерки судьбы» и «Вчера и сегодня», Сингх решила уйти из индустрии. Я ушла еще до выхода своего второго фильма. Причины были слишком личные, так что я не буду их раскрывать. Скажу только то, что люди, с которыми мне пришлось работать, не всегда были хорошими. И я с трудом приспособилась. К сожалению, Болливуд больше ориентирован на бизнес, чем на таланты. Это меня расстраивало. Я хотела защитить свое счастье. Конечно, все обвинения сразу посыпались на мужа. Говорили, что он не разрешает мне работать, но это не так. Мой муж меня всегда поддерживал. И именно благодаря ему я вернулась. Однако возвращение актрисы с романтической драмой «Извини, брат» совпало с трагическими терактами в Мумбаи, что существенно повлияло на кассовые сборы фильма. Затем последовала долгожданная беременность и рождение сына. Но позже Четрангада вновь вернулась в Болливуд и продолжила свое ремесло. В 2011 году вышел фильм «Настоящие индийские парни», в котором она снялась вместе с такими актерами, как Акшай Кумар, Джон Абрахам и Дипи Кападукон. И хотя эта романтическая комедия неплохо прошла в прокате, Синг решила сосредоточиться на танцевальных номерах, чтобы больше времени уделять семье. После пандемии и бума на ОТТ-платформе актриса снялась в криминальном триллере «Боб Бислас» для Z5 и детективном триллере «Газовый свет» для Disney Hotstar, а также дебютировала в веб-сериале «Современная любовь Мумбаи» на Amazon Prime Video. Четрангаду Синг считают одной из самых недооцененных актрис Болливуда, но сама актриса говорит, что никогда не имела амбиции выбиться в топ. Она просто делает то, что любит. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. С вами была Мила. Пока-пока!